Прошли в интернациональный магазин, он дороже, чем остальные, вот арбузы здесь за полкило доллар 70. Так же продается у нас в Лейкбери, короче, ежевика, клубника, клубника, малина. Это все свежая зелень, здесь стоят форсунки и время от времени водой ее поливают, чтобы свежая была. Соскучились по огурчикам солененьким, мы здесь их тоже нашли, есть много-много разных солений, есть все. Ну и наша любимая гречка, она здесь дорогая, есть манка, горох и ряпучки. Шоколадки, Риттер Спорт стоит у нас 4,5 доллара, Милка стоит 2,3 доллара. И сколько здесь грамм? Честные 100 грамм. Огурчики, грибочки, морковка. Здесь у нас рыба. И кипабрь готовый. Это у нас апельсины, лаймы, лимоны, бамидорки здесь. Магазин, такой как базар. Там сухофрукты. Здесь у нас колбаски. Солености разные. Так это же квас. Теперь знаю, куда летом приезжать за квасом. Сколько он стоит? 10 баксов? 12 баксов. Квас. В этом магазине можно найти все, что продается у нас в магазинах, потому что американцы такое не кушают. Мы кушаем. И цены, это все привозное, и цены повыше. Ну, надеюсь, что у нас кирилевцы. По стоимости, да, у нас? По стоимости. Вот, пожалуйста, 8 баксов. 2 по 8 баксов. Это стоит торт. Как он называется? Забыл. Слоеный, короче. Тут разные тоже орешки. 7 баксов. Сыр голландский. Ну, тут другие разные сыры есть. 7 баксов стоит 1 баксов. Здесь белая мука. По 6 долларов. Ну, и различная продукция для выпечки. Жележки. Здесь у нас рис. Сантирис. Тут большая пачка стоит. Наверное, я могу ошибаться. 2 лб. 2 лб. 6 баксов. Не знаю. Цены. Зато знаю, этот рис стоит. Как 13 долларов стоит. Жасмин. Виноград по 4 доллара. Лб. Киви. 69 центов каждый. Такой не фрукт. 6 долларов. Бананы. 89 центов. 1 лб. Ну, и завершаем мы яблочками. Вкусными яблочками, которые продаются на входе. Субтитры делал DimaTorzok. Альбру. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...